Приветствую вас и по описанию вопроса, который вы задали, я могу сделать предположение, что девушка, которая вам понравилась, предстала в переливанге в несколько неприятном свете, и вы решили ее забыть. Ключевой момент здесь заключается в том, что если эти неприятные сведения о девушке вам предоставили другие люди, потому что если так, то эти люди могли и преследовать свою цель, а цель, например, навредить тебе. Цель, например, представить все так, чтобы ее, девушку, облить грязью, подпортить репутацию, подпортить жизнь и так далее. Вообще-то говоря, это называется клемета, это называется сплетни. Да, у девушки, может быть, действительно есть какие-то моменты, которые соответствуют истине, но я думаю, что для того, чтобы строить отношения с людьми, вообще с любыми людьми, не только с вашей девушкой, а с любыми, нужно составлять свое мнение о них самому, без влияния других людей. То, что вам рассказали про нее, это восприятие другого человека, но не ваше собственное восприятие. И важно здесь понимать, что человек один и тот же не может быть хорошим для всех. Для кого-то он плохой, для кого-то он хороший, для кого-то он нейтральный. Все зависит от того, в каких отношениях человек находится с другими людьми, в каких обстоятельствах они оказались вместе и какие принимали решения. И если человек другим принимал определенные решения одного типа, то это совершенно не значит, что он с вами будет принимать те же решения того же типа. И вот именно это, как бы так сказать, создает его ситуацию, при которой вы, ориентируясь на мнение других людей, можете очень сильно ошибиться. Ошибиться в том, как вы человека поняли, ошибиться в том, как вы человека восприняли, ошибиться в том, чего вы от него ожидали. Ведь для полнотой картины нужно выслушать другую точку зрения, точку зрения самого человека. По крайней мере, дашь ему шанс объяснить это. Ведь ничего плохого, в принципе, в том, что вы услышали чужое мнение о другом, нет. Я могу поделиться с вами своим мнением о ком-то, вы можете поделиться своим мнением со мной о ком-то. Но это просто мнение, оно не влияет на мое отношение к тому, о ком мы говорим, и на ваше отношение к тому, о ком мы говорим. Если отношение меняется, то это говорит о ваше неуверенности в себе и о том, что ваше мнение о человеке недостаточно полное, недостаточно твердое, недостаточно структурированное. Если вы испытывали определенную симпатию к девушке, я сейчас не говорю, была ли это влюбленность, любили ли вы ее или нет, это не столь важно. Если вы просто испытывали к девушке симпатию, то значит она была как минимум достойным человеком для вас. В свою очередь, это означает, что если вы считали кого-то достойным человеком, то я думаю, что достойный человек имеет право на то, чтобы высказать свое мнение, свое видение тех обстоятельств, которые вам стали известны. Если этот человек достойный, он имеет на это право, и вам бы дать ему возможность объяснить все. И вот уже тогда, когда он объяснит, вам и строить свое отношение к нему, принимать окончательное решение. На этом, пожалуй, мне бы хотелось закончить. Как сказал мой коллега, вы не дописали свой вопрос, и если вы его допишите, можно будет дать вам более конкретный, более превентивный ответ. Но для этого вам нужно все-таки задать вам вопрос, задать вам какую-то задачу, чтобы мы ее постарались решить. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.